Домбай каждый год притягивает туристов из самых разных уголков страны вне зависимости от времени года. Вот и сейчас, сразу после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, курорт потихоньку возвращается в прежнее русло. Более того, в целом, на туристических объектах республики уже сейчас отмечается едва ли не рекордный поток туристов. Для нас, как жители центральной полосы, это просто экзотика. Такой колорит. Такие красоты. Очень понравилось. Спасибо местному населению. Очень гостеприимные, добрые люди. И неудивительно, что россияне всё больше выбирают родные курорты для путешествий. А активный отдых в горах Карачаева-Черкесии никого ещё не оставлял равнодушным. Кстати, для любителей открывать для себя новые места внутри страны – хорошая новость. Теперь им будет выплачиваться частичная компенсация затрат в виде кэшбэка. Туристам на карту вернут от 5 до 15 тысяч рублей за каждый тур. Для нас это, наверное, будет большой толчок, потому что в этом году у нас нет возможности туристов отправлять за рубеж. И, наверное, люди воспользуются данным предложением. И, наверное, будет поток туристов у нас. И я считаю, что нужно посещать курорты Российской Федерации. Люди должны поехать, посмотреть. И в связи с пандемией люди находились очень долгое время дома и очень ждут отпуска. Денежные средства будут зачислены на карту туриста в течение пяти дней после оплаты тура на сайте. Предположительно, эта акция стартует уже в августе. Обязательное условие, что туда еще входит, это то, что тур должен стоить от 25 тысяч. То есть в зависимости от суммы тура возвращается определенная процентная, естественно, ставка. То есть если вы покупаете тур по России, не имеет значения, какой регион, от 25 тысяч, то вам возвращается 5%. Если вы покупаете тур от 50 тысяч, то вам возвращается, естественно, 10%. То есть это 10 тысяч. Если от 75 тысяч, то вам возвращается 15 тысяч. Сейчас проект еще на стадии доработки. Но, по мнению представителей Минтуризма, этот шаг позволит увеличить турпоток в Карачаево-Черкесию, которая, к слову, дефицита в отдыхающих и так никогда не испытывала. Анета Дышекова, Назиркапу, Шевархыс, 24.